Сегодня мы поговорим о планировщике заданий, а также о том, для чего он нужен и какие функции несет в себе. Прежде всего поговорим о том, зачем нам нужен планировщик заданий, как мы будем его использовать и в каких случаях. Во-первых, у вас периодически может зависать компьютер, особенно если он старый. Все дело в том, что выполняются какие-либо запланированные задания каких-либо программ. И еще одна вещь очень интересная, это вирусы. Вирусы часто оставляют задания в планировщике заданий для того, чтобы выполняться периодически. Мы попробуем убрать все лишнее из планировщика, убрать лишние задачи, а также посмотрим, что может являться вирусом и как это все можно отключить. Прежде всего нужно запустить планировщик заданий. Для этого заходим в панель управления. Это делается одинаково, как для седьмой Windows 8 и 10. Крупные значки. Администрирование. И запускаем планировщик. Следующее, что важно сделать, это в правой панели найти кнопку вид и поставить галочку отображать скрытые задачи. Далее в панели по центру мы можем видеть сами задачи. Не забудьте, ну естественно, библиотеку планировщика заданий. И увидите весь список запланированных заданий. У меня он маленький, потому что я периодически очищаю, и поэтому здесь у меня заданий немного. В вашем случае их может быть огромное множество. Первое, о чем мы поговорим, это о том, как здесь найти вирусы. Если мы будем щелкать по заданиям, то мы можем видеть, что не у всех есть автор. А это значит, что программа уже подозрительна. Если вы не знаете, что это за программа и не видите автора, то скорее всего ее лучше отключить или удалить. То есть, видите, у некоторых есть автор. Как удалить или отключить задание? Ну вот, давайте выберем подозрительную задачу. И справа в панели мы можем выбрать элемент и совершить с ним какую-либо манипуляцию. Завершить, отключить или удалить. Я советую отключать, не советую вам сразу удалять, потому что вы можете совершить ошибку и удалить не то задание, которое, в принципе, может быть, вам пригодилось бы. Нажмем отключить. И следующий вопрос, который мы рассмотрим, это отключение задач для экономии ресурсов компьютера, чтобы как раз не было тех самых зависаний или лагов. Нахожу все необходимые программы, которые я хотел бы отключить. Например, я знаю, что это за программа и знаю, зачем она мне нужна. Но вот лишние процессы без моего ведома выполнять она не должна. Поэтому отключаем все нужные задачи. Отключив все нужные задачи, обратите внимание на то, что некоторые из них отключать не стоит. К примеру, задача по обновлению драйвера видеокарта. Можно ее, в принципе, оставить. Даже желательно нужно. Ну и в таком духе. После того, как вы почистите планировщик заданий, в принципе, нагружать ваш компьютер будет нечем. Ну и итог. Планировщик заданий – очень важная функция в операционной системе Windows. Она поможет нам отследить все запланированные процессы, а также отключить их. То есть, если вы обнаружили или подозреваете, что здесь, я имею в виду, в вашей системе есть вирусы, то их можно с легкостью найти здесь. Если же просто вы замечаете, что подтормаживает система, также можно отключить эти процессы. Ну и на этом все. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.